Вот вы сказали, что для вас это вот такой момент, как бы возвращение в золотой состав. А сразу возникает вопрос, у вас супруг не ревнует, что вы снова будете как-то общаться с Филиппом Киркоровым в достаточно... Ой, вы знаете, Филипп Киркоров, это, пожалуй, единственный человек, которому он не ревнует. Он достаточно у меня горячий, ревнивый. И я сама этого хотела, чтобы рядом был со мной именно такой человек. Но к Филиппу нет, потому что, знаете, Филипп, это же было такое чувство неоднозначное. Это не была любовь, как к мужчине. Это было увлечение, я так понимаю, все-таки. Это было... Нет, слово влюбленность вы точно употребляли в своем интервью. Да, я была влюблена, но это не было... Понимаете, не каждый психолог, наверное, сможет разобраться в том, каково это чувство. Это какое-то смешение учителя, наставника, где-то чуть-чуть отца, чуть-чуть брата. Человек, в который в тебя поверил, который сказал, что ты будешь звездой. Ты просто... Будешь женой, сказал он. Причем много чего говорил, да, и не выполнил, между прочим. Я, конечно, очень обиделась на тот момент. Я считаю, что вы стали звездой. Так что я считаю, что как-нибудь... Слушайте, ну звезда, сейчас у нас все звезды, звезда для меня это... Ну, этот... Нет, ну, я понимаю, что... Я просто известный человек. Скромничать, но вы на самом деле звезда. Я не скромничаю. Нет, нет, я помню вас еще в Театре Луны Руденштейн зазвал. Да, как раз на спектакле, где мы участвовали с Марком Руденштейном, Филипп меня увидел. Да, и вот он говорил, там такая есть рыжая, такая рыжая. Ты просто вот это с ума сойти. И просто вот заставил нас с супругой прийти, мы увидели вас, и сразу было понятно, что вы звезда. Правда, спасибо. Хотя, спасибо папе с мамой, которая вас сделала, как я обычно в таких случаях говорю. Не политкорректно, но без злого умысла. Иронично, но без сарказма. Пристрастно, но по-честному. Правда24 и Евгений Додолев. С понедельника по четверг в 19.30 на телеканале Москва-24. Продолжение следует... Продолжение следует...